Здравствуйте, здравствуйте, дорогие тельцы! Сегодня мы будем снимать рассказ Ленорман для вас на октябрь 2023 года. Пропустила сентябрь, была и... Что, и августе, что ли пропустила? Не, на августе я сделала. Пропустила сентябрь, была на отдыхе. Надеюсь, скоро выложу все видео с отдыха. Ну, а так приступаем к нашим делам. Итак, смотрите ваш расклад и по знаку вашего солнца, ну, то есть тельцы. Также посмотрите в интернете, это у вас за минуту, просчитайте знак своей Луны и знак своего асцендента. Смотрите видео расклады, конечно же, по всем этим трем точкам, потому что они будут весьма важными для вас, для всех нас. И это самые важные три точки гороскопа, которые влияют на нашу жизнь, поэтому будут совмещаться расклады. Итак, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки, репостите, пересылайте это видео другим тельцам, подписывайтесь, я вам буду за это очень благодарна. А теперь давайте смотреть, что ожидает тельцов в октябре месяце. У нас, как всегда, расклады с пяти карт. Также мы будем смотреть сумму и дно колоды. Кстати, для того, чтобы подсчитать сумму, мне понадобится несколько секунд. Sorry. Итак, это у нас 30-40. Тут у нас 70, 101, 141, итого 6. Как интересно, вы знаете, у Овнов были другие карты, но выпала сумма та же. Так, давайте смотреть. Вот у тельцов дно колоды, вот ваша сумма и ваш расклад. Итак, первая пара для тельцов это кольцо и медведь. Ну, тут у нас первое, что может быть, то либо вы женитесь, либо выйдете замуж за кого-то очень авторитетного, очень такого контролирующего, гиперопекающего. Ну, то есть, хотя гиперопекающего, контролирующего, это как бы в негативном смысле, но в хорошем смысле может проиграться в том плане, что будет заботливым человеком, который будет помогать как минимум финансово. А, ну и покушать. Потому что Мишка у нас обычно говорит о хорошем питании. Итак, давайте дальше. Что еще может быть? Может быть сразу свадьба и беременность по этим двум картам? Или создание семьи, особенно для тех, кто это уже долгое время планировал. Так, еще может быть, что вы пойдете по второму кругу на ту же самую работу. То есть, например, вы долгое время работали в какой-то сфере, и вдруг решили сменю профессию. Все будет круто, все будет по-другому. И вам ваш начальник, например, или кто таково вы считаете авторитетом, авторитетной личностью для вас, начинает вас как-то уговаривать, чтобы вы еще раз вернулись на ту же работу и продолжили свою карьеру, потому что там причины найдутся. Особенно, когда человек знает, что он для вас авторитет, он всегда найдет, как уговорить. Тут, кстати, вы бы тоже хорошо все обдумали. И если вдруг решитесь так и вернуться по второму кругу на ту же самую работу, от которой вы хотели, в принципе, как бы избавиться, то по кольцу помните о том, что вы сможете даже этого авторитетного человека уговорить на все, что вы хотите. То есть, по сути, знаете, как бы составьте для себя план того, какие условия вас устроят. И там вы просите себе отдельный кабинет, зарплату побольше, какую-то премию. В общем, все будет хорошо. У вас действительно получится уговорить по кольцу любого, даже авторитетного и супер жесткого, и контролирующего, и какого-то там директора. Так, потом еще что может быть по этим двум картам? Знаете, хорошо бы вам в плане денег, действительно, будет очень хорошо финансово в октябре. Вы сможете действительно уговорить кого угодно на что угодно. Поэтому, да, смотрите, вот в плане денег, это раз, четко пропишите свои условия, желания, в финансовых планах у вас все получится, это раз. И два, если нужно уговорить какого-то авторитетного человека в том плане, что это может быть кто-то из госслужбы, какая-то там мэрия, не знаю, вы себе там хотите дом построить где-нибудь на каком-то участке, а вам для этого нужно разрешение от мэрии. Так у вас получится в октябре месяце уговорить, чтобы вам эти люди из мэрии выдали те самые документы, то самое разрешение, которое вам нужно. Или же, не знаю, например, этот авторитетный человек начальства, и вы хотите там поменять свой контракт на работе, улучшить его, у вас это получится. Или попросите о том, чтобы вам какую-то прибавку к зарплате, а у вас тоже это получится. Или, например, вы планируете слияние с кем-то. Ну, если у вас свой бизнес, да, то у вас по кольцу получится уговорить, потому что, судя по медведю, то тот, с кем вы думаете произвести какое-то слияние или партнерство по работе, видимо, этот человек, вы считаете его более авторитетным, чем вы есть, чем вы сами. Но у вас, если вы все продумаете, то у вас действительно получится уговорить кого угодно, на что угодно, и на бизнес, и на деньги, и на совместное какое-то партнерство, и на женитьбу, и на увеличение вашей зарплаты. Так, потом смотрите такой момент, что может быть в этом сочетании. Обратите большое-большое-пребольшое, очень большое внимание на свое здоровье. В плане пищеварения, в плане пищеварительной системы, в плане вашего питания. Обратите внимание на то, что вы кушаете, когда вы кушаете, сколько вы кушаете. Сходите по врачам обязательно, потому что у вас может быть ситуация по здоровью не очень хорошая. Это раз. А если вы сидите на диете, потому что вы сами так решили, то сходите к нутриционисту, к человеку-профессионалу, который пропишет вам нормальную диету, чтобы вы себя не довели до какого-нибудь тяжелого состояния. Потом, вот в этом плане еще может быть, например, если вдруг у вас на работе сменится начальство, то по карте крест это может говорить о том, что на вас будет действительно очень давить этот новый там директор, или кто у вас там в качестве начальства, будет там новый менеджер, например, что этот человек будет на вас как-то постоянно давить, и у вас как будто начинаются какие-то не очень приятные времена в этом плане. С другой стороны, если мы возьмем вот так, то вы сможете уговорить влиятельного человека на партнерство с вами. Причем по этой карте это будет очень удачное партнерство. Так, потом у нас идет Солнце и... То есть крест и Солнце. Значит, по этим картам получается, что, видимо, тяжелые времена у вас будут длиться недолго, вы действительно так и сможете уговорить, потому что вот вам вроде бы что-то где-то закроется, или что-то вам где-то откажут, или, может быть, вы будете страдать, страданиями заниматься. Но у вас выходит Солнце, то есть... А, вот смотрите, почему вы можете, в принципе, начать страдать. Вот именно по карте Солнца это из-за вашего эго. Но если у вас такой проблемы нету, то ваши проблемы единственные могут быть либо по здоровью, что вы должны проверить, и тогда все будет шикарно, нормально, в расслабоне. Либо, может быть, что у вас начальство будет каким-то давящим. Но вы сможете из этого положения выкрутиться, особенно благодаря вашим словам. То есть главное все продумать. И по карте Солнца это, знаете, действия из осознанности, то есть без розовых очков. У вас все будет четко, просчитано, продумано. А вы будете в себе уверенно и уверенно будете предлагать свои условия сделки, свои условия для вашей работы, свои условия вообще для всего чего угодно. Впрочем, если вдруг это было дело по свадьбе, то тогда крест это просто религиозная процедура. Ну, типа венчание. Так что да, у каждого своя ситуация, действительно. Так, и по Солнцу еще это может быть... Вот смотрите, у вас по кресту может быть удачное партнерство. Ну, а по Солнцу это успех. Это гордость за свою работу. Это уверенность. Это защита. Вы будете чувствовать себя в безопасности. И самое главное, что, возможно, по кресту будут какие-то сложности. Ну, типа, как бы не все с неба падает. Да, надо будет поработать. В принципе, тельцы работящие. О чем говорит и Солнце? Потому что Солнце говорит о том, что вы будете целенаправленно идти к своей цели. У вас будет идея фикс, что я добеду это до конца, я это закончу, я все сделаю, все будет как надо. Так, и свидетельствует о том, что все будет как надо. И о том, что вас ждет успех еще и рыбки. Потому что, если эта тема была в плане женитьбы, то тогда, например, по рыбам беременность. Если эта тема все же по финансам и по работе... А, если эта тема, подождите, по здоровью, помните, да, проверить свое пищеварение, то по рыбам вам придется потратиться немножко. Ну, в некоторых случаях не совсем немножко. А рыбы все-таки это нормальные такие деньги. Так, ну, а потом, если это все связано с работой, с деньгами, то по рыбам и по солнцу это большой финансовый успех. Это приход новых ресурсов, новых финансовых ресурсов. Будете, знаете, как трейд какой-то проводить, типа даю тебе мое время, мои навыки, а ты мне даешь такую-то сумму денег, которая вас полностью удовлетворит. Также, если вдруг все же вот тяжелые времена по работе заканчиваются, может еще быть такое, что вы, типа, работали, работали, отработали, и, наконец-то, вы едете в отпуск. И тогда солнце говорит об отпуске, а рыбы говорят поплавать, свобода, потратиться на отдых, на себя любимую. Вот в этом плане еще может быть. Так, и что у нас? Сумма. Сумма у нас шестерка, у Овнов то же самое было. Удивительно, там совсем другие карты. Но не суть, важно. А математика дело такое. Так, и, значит, по тучам. Это может говорить о том, что вот у вас будет какой-то момент тяжести, что-то вас там не будет устраивать, либо обидеть, либо действительно по здоровью, либо религиозная процедура, да, как мы уже говорили. Может быть, и венчание, конечно. Но в том случае, если будет какой-то момент такой тяжести, то по этой карте вам нужно все конкретно продумать, рассчитать, совершить подсчеты, создать конкретный план. Даже считайте, что на любое дело в октябре вы создаете такой мини-бизнес-план. Ну, если это бизнес, то тогда не мини. Ну, а если это там личные какие-то дела, то типа мини-бизнес-плана, потому что вам нужно осознавать конкретно, где вы сейчас находитесь, куда вы конкретно хотите попасть, и по пунктикам, что вы должны сделать, чтобы отсюда попасть сюда. И вот по этой карте это линейное мышление, прямое мышление, логичное мышление, и главное, естественно, вера. Вера в то, что у вас все получится, вера в то, что все пойдет по плану, вера в то, что если даже будут какие-то там задержки или какие-то трудности, вы помните, что у вас будут конкретные аргументы, ваше слово будет иметь вес, даже если вам люди сразу и не покажут, что их интересует то, что вы говорите, не сдавайтесь, верьте в себя, используйте свои аргументы, заранее их продумывайте, кстати, и вас ждет успех во всех ваших делах. Так, и на дне колоды лиса. Ну, лиса это говорит о карте фрилансера, может кто-то действительно захочет начать работать фрилансером, например, там откажет авторитетному лицу возвращение на бывшую работу и начнет работать фрилансером, и вам будет тяжело сначала. Ну, вот поэтому вам и говорят, что главное верить в себя, иметь веру, да. Так, потом по лисе, это может быть еще, что вы будете, знаете, как задерживаться в каких-то идеалах, в каких-то там облаках, ну, вот этого вам не нужно, вообще никаких облаков, никаких идеалов, хрен с ними со всеми, потому что вам говорится, все логично, все конкретно, все без розовых очков. Потом, может быть, вам нужно будет еще даже проконсультироваться с каким-то специалистом, потому что лиса говорит о призвании в чем-то, может, это не ваше призвание, может, вам просто специалист какой-то нужен, и вы пойдете говорить, ну, общаться, консультироваться с авторитетным для вас лицом. И, может, поэтому у вас тут такое хорошее общение плодотворное выпадает, что вы пойдете к какому-то специалисту проконсультироваться. Так, еще по лисе, это могут быть, знаете, какие-то там слухи, сплетни, может, поэтому вам и будет, как бы больно, вы себя будете плохо чувствовать, а потому что кто-то будет там про вас сплетничать. Ну, так вот, по лисе, это знак того, что вам в октябре месяце стоит быть все-таки осторожнее. Например, если про вас говорят гадости, то вы можете это все логично обдумать и понять, это вообще имеет смысл, как бы, и есть смысл там что-то исправлять. Потому что, если как бы нету, тупо кто-то там клевету разводит, то просто осторожненько убирайте человека из вашего, токсичного человека из вашего общества и все. либо просто забивайте на это, потому что, ну, вы же знаете, что сплетни, слухи, все вот это добра не доводит, а у вас есть, судя по всему, очень даже конкретные цели, большие деньги, и чтобы все у вас в семье и с вашим здоровьем было хорошо. Поэтому нацеливайтесь конкретно на логичные дела, которые приносят для вас пользу. Так, дорогие тельцы, пусть этот месяц пройдет для вас просто замечательно и супер удачно.